Каким образом мы можем сейчас подтвердить, что вы выполняете требования предыдущего разрешения на выбросы, если ни один орган, который имеет право осуществлять контроль, не был допущен с проверкой? Вот об этом вам был задан вопрос. Каким образом мы можем выдать новое разрешение на выбросы, если нет никаких документов по выполнению предыдущих? Сейчас я могу ознайомиться с материалами, которые мы сегодня поговорим. О том, что материалы находятся в Управлении экологии Криворожского оборудования было опубликовано в газете Черновой Герны, и данные материалы были переданы. Согласно 302-й постанове, публикация на электронных сайтах опубликающих материалов не предусмотрена. Она не предупреждает публикацию, но она не заберет. И именно с этой предложением мы выступили, чтобы вы нам дали в электронном взгляде возможность ознайомиться не только мне, а всем гражданам, которые желают поддержать эту экологическую информацию. Ваша документация мистит недостоверную информацию. Ни жодным словом не обговорено про то, что Хвостасковича, відвали находятся на невиддаленой отстани от населених путей Широківского района. И именно там, за аркуноцией спортивных земель, патерцилор Медлокриворий намагается расширить свои технологические объекты. С каждой карты, судя по материалам инвентаризации, поднимается воздух в час от 200 грамм до 18 с лишним килограмм пыли. В час. Ну, возьмем среднюю цифру 1 килограмм в час. Это получается порядка 9 тонн в год с каждой карты. Вы озвучили цифру 20 тонн в год всего. Карты 200. Дважды 9. Намного больше. Это все происходит не одновременно, правильно? Не одновременно. Конечно. У вас прям все карты хорошо увлажнены, все карты не пылят. Жители сел Миролюбовка, Радушная, СТПВ и что там еще рядом находится, они все прекрасно дышат воздухом и не видят того воздуха, которым они дышат. Ваши цифры не сходятся в разных частях материалов и озвученные вами сейчас. Речь идет о том, я понимаю, что вам заплатили деньги за работу и вы хотите отбелить комбинат как только можно. Они сами справляются с этой задачей, они уже хорошо натасканы в этом вопросе. Лена Владимировна, а скажите, пожалуйста, вы таки сделали публикацию в средствах массовой информации, где указали адресатам замечаний и предложений областную государственную администрацию? Ну, тем самым вы нарушили, это очередная манипуляция. Публикуя в газете «Червоный герник» свои намерения с указанием адресатам управления экологией, дезинформируете граждан о том, кто конкретно собирает, кто уполномочен собирать замечания и предложения граждан. Повторюсь, это областная государственная администрация. И именно письмо областной государственной администрации будет рассматриваться министерством при принятии решения о выдаче разрешения на улице. А люди, естественно, не обратились в областную государственную администрацию, потому что их об этом никто не просил. Вы их направили не по адресу. Понимаете, что может происходить? Если есть такое объяснение Министерства экологии и природных ресурсов, что до департамента экологии Днепропетровской, администрации, я имею в виду, Днепропетровский регион, таких зауважений, что может происходить? До пана Стрельця, до департамента экологии, жодного зауважения, потому что адресат не указан, жодного зауважения не найдете. Когда Министерство экологии и природных ресурсов, как бы органы, який повноважен избирать эти зауважения, вернется до департамента, або и не вернется, если таких зауважений не найдется, то по замовчению, Министерство экологии вправе будет рассматривать, что этих жодных зауважений не надходило, оскільки от управления экологии Криворигской миссии ради он не повноважен и принимает такие зауважения. Таким образом, мы можем все наши зауважения выкинули в один из них.